Братину придется вернуть. Сарарка сложила себя полномочия обладателя главного трофея высшей хоккейной лиги. Беслана проиграв в полуфинале Торосу, да еще и в сухую, наша ледовая дружина закончила хоккейный сезон. О слезах тысяч карагандийских болельщиков репортаж Виталий Несибаева. Хоккея больше не будет, а Братиной больше не владеет Сарарка. То, чего так боялась многотысячная армия поклонников, к сожалению, сбылось. Для этих парней и девушек вечер 2 апреля теперь черный день календаря. Любимая команда бита, причем принципиальным соперником, причем в сухую. Я очень благодарна ребятам за то, что мы дошли до полуфинала. Это действительно дорогого стоит, если учитывать то, что у нас и тренера менялись, и как-то постоянно состав менялся. Настроение, конечно, не очень верили до последнего, что выйдем в полуфинал, ой, в финал выйдем. Все верили в победу до конца, но случилось так, как случилось. Очень грустно, не знаем, что теперь делать, но будем находить себе занятия. Вот это вот прыжки с тренерами, вот это вот, ну, как бы все равно, вот эти постоянные смены пятерок, нету сыгранности. Вот это, конечно, тяжело для команды удалось. Думаю, в этой серии мы хотя бы хоть одну победу мы возьмем. Но так случилось, что Торос была немного сильнее, чем наша команда. В казахстанской башкирской серии, несмотря на сухой счет, все матчи прошли от ножа. Все в одну шайбу. Два матча из трех и вовсе завершились в овертаймах. То есть ни о каком подавляющем преимуществе Тороса говорить не приходилось. Именно поэтому карагандинский болельщик верил, что Сареарка вытащит серию с 0-3. В это, разумеется, верила и команда. Клуб Сареарка, он рекордный каждый год. Будем пробовать ставить новый рекорд, постараемся. Тем более нас верят, нас любят дома. Но рекорда не получилось. Нефтекамцы Алексей Митрофанов во втором периоде и Самсон Дмахбот в третьем окончательно лишили Сареарку чемпионских амбиций. 2-0 в матче и 4-0 в серии. Сареарка отправляется в досрочный отпуск. С содержанием или без, пока неизвестно. Здесь надо отметить и ликование фанатов экс-соперников нашей команды по плей-офф Чалмета и Ермака, которые с особым злорадством смаковали неудачу карагандинцев. Да-да-да, игроки Тороса красиво уделали этих пернатых, отомстили и за себя, и за наш Ермак. Кстати, Ковач в последних матчах танцевать разучился. Это, собственно, мое лицо во время просмотра последних минут матча. Сареарка официально оформила свой самый худший сезон ВХЛ, вылетев в полуфинале. Но тут интересно другое. То, что для Сареарки приходится худшим сезоном, для полутора десятка команд лиги, пока является несбыточной мечтой. Ну а трибуны Ледового дворца опустили, где совсем недавно кипели страсти. Виталий Несибаев, Мурат Токенов, Роман Копылов, Казахстан, Караганды.